16 февраля в парке имени Пушкина, станица Северская, прошло торжественно траурное мероприятие, посвященное 81-й годовщине освобождения Северского района от фашистских захватчиков. Они сражались за родину на полях брани, ковали победу в тылу. Их подвиг бессмертен в памяти благодарных потомков, пришедших почтить знаменательную дату и возложить цветы к мемориалу «Вечный огонь». Красные гвоздики возложили к памятнику воинам, погибшим в борьбе с терроризмом в связи с годовщиной вывода советских войск из Афганистана. В этот же день в парке открыли вторую мемориальную доску, посвященную памяти погибшим в ходе проведения специальной военной операции в Украине. Современная история вписывает имена новых героев, которыми гордится страна. Ценой своей жизни они завоевывают каждый день, приближающий нас к победе. На церемонии открытия присутствовали родные и близкие погибших воинов. С нужными словами к собравшимся обратилась Надежда Обух, руководитель Северского отделения Краснодарского краевого комитета солдатских матерей. Сама безутешная мать, потерявшая сына в Чечне. Это тяжелый, но святой крест. Войны, как говорят, в мирное время унесли тысячи и тысячи молодых, здоровых сыновей, мужей, отцов. Больно об этом говорить, но мы должны жить. Сегодня семьям участников СВО и погибших военных уделяется особое внимание со стороны властей. Им важна поддержка и участие. Прямо сейчас, в эти минуты, ребята в окопах, с оружием в руках, на холоде, защищают интересы нашей страны, защищают русских людей, русский мир, который находится на этих территориях. Это очень важно сегодня. Владимир Владимирович принял непростое, но единственно верное решение. Защитить наш суверенитет, защитить нашу страну и русских. И сегодня наша задача – это сохранить память о подвиге наших военных и стоять на страже исторической справедливости. Имя Алексея Саврандейкина навечно вписано в камень. Малышка с портретом, наверное, чуть позже поймет, что отец был героем, пожертвовавшим жизнью ради соотечественников с тяжелым сердцем. Но с гордостью о сыне говорит отец военнослужащего. Был награжден посмертным орденом мужества. Кроме этого, медалями за отвагу Донецкой Народной Республики, за взятие Бахмута. Бахмутская еще такая есть медаль – Бахмутская мясорубка. Но хотел больше принести, как бы, большую пользу в боевых этих действиях. Но так уж получилось, не будем оценивать, что там было. 10 ноября его не стало. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова